Качество угля, а не объемы его добычи. Такое направление работы выбрало новое руководство ПАО «Лисичанскуголь». Благодаря такому подходу увеличился выпуск товарной продукции. А дополнительно вырученные средства пошли на погашение заработной платы горнякам. Подробнее в сюжете. Сегодня на шахтах «Лисичанскугля» идет борьба за качество добываемой продукции. Организовывается выработка породы на перегрузочных пунктах, производится сортировка добытых углей. Тем самым уменьшается их зольность, что способствует росту цены на уголь. Самой минимальной зольности среди шахт «Лисичанскугля» достигли шахта «Новодружеская» и шахта имени Капустина. Здесь зольность углей составила 24 и 25 процентов. Это позволяет напрямую отгружать уголь на электростанции без предварительного обогащения. На самой крупной шахте объединения шахты имени Мельникова зольность удалось снизить до 53 процентов, что дало свой положительный эффект. «В результате чего в апреле месяце стоимость угля при данной зольности увеличится на 107 гривен на тонну и даст заработать 2 миллиона 800 тысяч гривен дополнительных средств. Только за апрель месяц». Все основные средства, полученные с реализации продукции, руководство объединения направляет на погашение задолженности и выплате текущей заработной платы горнякам. Еще полтора месяца назад долг по зарплате составлял более 70 миллионов гривен. На сегодняшний день 28 миллионов гривен. «Добытую полностью угольную продукцию отправили на обогащение, отправили на электростанции, подняли со складов тот товар, тот уголь, который был складирован на складах, подняли, обогатили, отправили на электростанции. Мы за вот этих полтора месяца дополнительно привлекли денежные средства, за счет чего опять-таки не привлекли, а заработали. За счет того, что мы получили больше товарной продукции, отправили на энергетику, на электростанции и взяли кредиты в виде предоплаты за будущий поставленный уголь, выплатили заработную плату». По словам Бориса Перепелицы, в планах полное погашение долга по зарплате перед горняками в течение трех-четырех месяцев. Такой подход руководителя к проблемам шахтеров нашел горячий отклик в трудовом коллективе и помог снять социальную напряженность на угольных предприятиях. «Мы, как представители профсоюзов и территориальной организации профсоюза, будем говорить, находим общее понимание, язык и в этом плане глубоко поддерживаем начинание генерального директора Бориса Александровича Перепелицы». По словам Владимира Иванишина, работники уверены, что действия нового руководителя направлены на развитие производства, сохранение предприятий и рабочих мест. Также, несмотря на то, что объединение, по мнению угольщиков, продолжает находиться в тяжелом состоянии, шахтеры не сдаются и планируют в нынешнем году подготовку и пуск новых лав.